Милуэл, спасибо большое за очередной донат. Значит, количество дизлайков веселит. И это даже на канале Дождь. А не на канале, не знаю, там, Соловьев ТВ. Так. В общем, все горят. Ну, давайте посмотрим, давайте посмотрим. Я не знаю, может быть, зря все горят. Может, я сейчас вообще соглашаться буду, типа, все правильно. Содержали за оправдание терроризма. За песню про нападение на Норд-Оск. Ему может грозить до 7 лет тюрьмы. О том, что Хованский стал фигурантом уголовного дела, стало известно только сегодня. Просто, спиздану. Вот, допустим, у меня сидит сейчас на стриме 23 человека. Давайте предположим, что я сейчас на 23 человека. По сути, это, блядь, ну, как в классе посидеть между собой, как хуй знает что. Но, поскольку это, типа, публикуется в YouTube, в там пространство. Я сейчас сказал, допустим, типа, там, еще раз, в контексте, в контексте, в шутку, типа, не, блядь, ебать вы, ебаные нацисты, конечно, охуенные. А что дальше? Вы будете петь такие песни, типа, давайте убьем больше русских детей. И, блядь, давайте предположим, что через 12 лет, вот эту мою фразу, где я сказал то самое, что я осуждаю, на самом деле не имел в виду, вырежут. И, блядь, типа, еще за это, блядь, на 7 лет припекут. Вы что, охуели, блядь, что ли? Что за пиздец? Какого хуя? Идите нахуй. С обыском в квартиру блогера в Петербурге оперативники, в касках, бронежилетах, с монтировкой пришли накануне поздно вечером и сразу уложили лицом в пол. Блядь, про резерв, в пизду не хочу объяснять ничего. Надо подписаться, блядь, на паблик ВКонтакте, а не на, не знаю, на что ты подписан, и на телег. И следить, блядь, там, спрашивать здесь. Комынский Юрий Михайлович, а ты из-за этой песни? Или вот, пожалуйста, я... Заебался, блядь, нахуя вот эта плашка? Нахуя я постоянно говорю, читайте описание? Нахуя я постоянно говорю, подписывайтесь на паблик? Это, блядь, типа, говорю серьезно, просто мне кажется, ну, наверное, где-то половина моих зрителей решили, Моисей, наверное, всю эту хуйню несет, просто потому что у них, у блогеров, так принято постоянно всякую хуйню нести. Типа там, блядь, ставьте лайки, что-то еще делайте. Ну, если ты подписан, ну, а как тогда? Я же, блядь, рассылался, что у меня страйк, мы переходим на третий. В чем проблема, блядь? Нет, 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 это меня предупреждал Андрей, это из-за... Блогер, молча, еще раз, фамилия, имя отчество. И на третьем канале виду вас есть, да? Дальше рождение. 19 января, 90-го. У Хованского весьма сомнительная, мягко говоря, репутация, но он достаточно известный блогер и рэпер с YouTube-каналом на более чем 4 миллиона подписчиков. Он известен по таким проектам, как «Шаверма Патруль», «Бич Закупка», «Бамбилы» и «Рашн Стендап», если вы понимаете, о чем я, я лично не учу. В беседе с силовиками он сам предполагает, что к нему могли прийти из-за песни про теракт на Дубровке в 2002 году. В ней Хованский в нецензурных выражениях заявил. Если не Фёдоровича пронесёт, то, ну, тут более показательного даже ничего и... Короче, ничего объяснять не надо будет. Я надеюсь, что пронесёт, но если его пронесёт, то лично мне всё понятно. Прикул в том, что стрим был с щит рулеткой и выпали какие-то скинхеды. На что Ховис импровизировал типы для троллинга такую песню? Я и говорю про контекст. Я не знал, честно говоря, ни про эту песню, ни про что-то, но... Я просто, ну, типа, много смотрел Хованского. Я знаю, что он не придерживается таких взглядов стопудово. Он дебатировал, блядь, типа, с людьми, там, ну, таких взглядов. И, в общем-то, это было высмеивание людей с такими взглядами. Получается. То есть, ну, максимально благородное дело. Тут просто позорные говноеды всё, блядь, выдают максимально так, как хотят, как им выгодно. И, ну, это... Типа, вот всё журноблядство, журношлюжество и всё, что надо знать вообще. Ну, получается, что, типа, что обидно? Ты думаешь, вот, типа, блядь, дождь, там, хуёшь, не знаю, медуза, пиздуза, там, что-нибудь такое. Хотя бы, может, они какие-то вроде бы независимые. Вроде бы там это... Да нет, это, короче, они... Ну, получается, что все, все пидорасы и хуесосы. Никому нельзя верить. Верить мне можно только... И мне даже нельзя, и то, блядь. Потому что я больше всех хуйню несу вообще. Потому что Норд-Ост — это отлично. Нет, ну, нет змеи, которые вообще не могут послужить вообще. Я уберу, я уберу, я убери, всё, пойдём. Чтобы там не было пиздежа. Вот так. Ну, кто вообще? Интересно, что скажет Лебедев, кстати. Он, наверное, он стопудово это будет обсуждать. Интересно, что он скажет. И, ну, насколько он раскроет тему. Типа, если раскроет, получается, что всё просто... Ну, если он правильно раскрывает, то все там хейтеры, которые мне расписывали, типа, вот, Моисей, ты Лебедева смотришь, ну ты и хуй лучше. Получается, что Лебедев просто окажется честнее дождя, например. Если так будет. Самые честные новости. Руки назад. Руки назад. Всё. Ну, типа, всё будет понятно, скажем так. Псайты, пассайты. Лично исполнял эту песню? Никогда. Только нас три Минифёдова. Наркотики вспоминай хорошо, есть? Обрезали, блядь. Да нет. Не должны быть. Ну, у нас иногда, когда кто-то приносил, может, что-то осталось, но сейчас не думаю. Хорошо вспоминайте. Ну, насколько мне известно, не должно быть. Сам употреблял, был, делал, но давненько уже. Телеграм-канал, предположительно связанный с силовиками, похоже, чтобы показать опасность Хованского для общества, не знаю, из каких-то других целей, опубликовали фотографии из его квартиры, повсюду грязная посуда окурки, на полу десятки пустых бутылок от алкоголя, на стене золотая кнопка Ютуба, которую получают блогеры с миллионной аудиторией. Вскоре Сырский комитет опубликовал и видео, на котором Хованский даёт признательные показания и сожалеет о содеянном. Задержан по статье 205.2, вторая часть УК РФ. В своё время исполнял песню с оправданием, так сказать, терроризма, в этом полностью раз. Нахуй надо было это признавать, если оно было в контексте. Общаяиваюсь, признаю свою вину. Зачем, блядь, вот тут не надо было признавать вину и всё. Потому что вины нет. Типа, блядь, контекст важен. Чтобы получить... И плюс, я не знаю, чуваки, почему у дел о мошенничестве есть срок давности? То есть, типа, 10 лет назад ты спиздил, например, у кого-нибудь денег. На сколько-нибудь миллионов, там, или ещё чего-то. И, ну, я не помню, какой там срок, но, типа, срок давности у преступления может пройти, и тебе нихуя не будет. А тут прошло, хуй знает, 12 лет, да? Типа. И здесь, типа, нет такого. То есть, просто... Насколько позорная хуета. На представление о деятельности Юрия Хованского. Давайте посмотрим фрагмент его музыкального видео с названием Батя в здании. Заранее прошу прощения. На помощь, петухи! Спасибо, Павел Воля, моё почтение, да. На помощь! Донат положительного настроя, заряженный энергией радости. Это бомбит только остаётся. Просто, блядь, смотришь на этот весь позор, блядь? Это уязвлено. Спасибо за донат. Блядь, извините за себя. Заразу тогда. Зачем? Опять же, контекст. Типа, без контекста неинтересно. Да, помимо дегустации... Ты нахуя, блядь, это делаешь? Да, пизда, блядь. Типа, твоя оценка никого не интересует. Это СМИ, блядь. Оценка, если ты блогера смотришь, и то не всех интересует, что там думает блогер, когда он что-то рассказывает. То есть блогер интересует, как флюгер общественного мнения обычно. Это мне похуй, потому что, блядь, мне вообще похуй. А так, вот это да, блядь, это причина вот этих дизлайков. Твоё там да, твоя оценка, нахуй она здесь нужна вообще. То есть... Пиздул. С шаурмы на камеру рэпа и стримов. Юрий Хованский известен тем, что работал помощником депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова. Но тот сегодня от блогера открестился, сказал, что давно с ним не сотрудничает, а истинная цель этого задержания и дело нанести удар по партии в преддверии парламентских выборов. Ну, типа, мне похуй, я ноу-нейм. И я, в принципе, и не вижу смысла, блядь, даже что-то с этим делать не настроить. Подробнее с Василием Власовым, упомянутым уже мною, депутатом Государственной Думы от партии ЛДПР. И я вас приветствую, Василий. Здравствуйте. Ну, я вот сейчас упомянула вскользь о том, что вы говорите, что уже около полугода, если я правильно помню, господин Хованский не является вашим помощником. Ну, расскажите, каким образом вы с ним расстались? Ну, если быть точно, около четырех месяцев, мы с ним сотрудничали долгое время, почти два года, и он действительно за время работы проявил себя хорошим образом, потому что он собирал обращения, которые ему написали граждане, и направлял их мне, и мы уже по ним работали. Он известный человек, и мы очень часто обращаются за помощью, и, конечно, наша задача сделать так, чтобы людям помощь оказывалась. Какие вижу я здесь? Вообще малорик, конечно, депутат, то есть прям вот себя круто обелил, и типа еще и в правильном свете выставил Хованак, при том, что ему это выгодно, как минимум еще. подводные камни в этой всей ситуации. Как только мы начали с ним сотрудничать, там, спустя какое-то время, я узнал о существовании такого видео, оно иногда появляется в Рунете, на Ютьюбе, и потом через какое-то время удаляется. Ну, со Сьюрием был разговор по поводу этого, на что он сказал, что много раз у него уже по это видео спрашивали, и он все время раскаивался, извинялся и просил прощения у тех людей, которых он оскорбил. Что, в принципе, было и на встрече со мной, и то, что сейчас показывает Следственный комитет. История этого вопроса очень интересна, потому что, я, во-первых, сразу скажу, я осуждаю, не одобряю, и Юрий тоже не осуждает, не одобряет, значит, эту свою выходку и на свой поступок. Но в 2011 году был стрим, 7-часовой, на котором этот кусочек вырезали, и потом на других платформах, на Ютьюбе, на других пабликах этот кусочек видеозаписи размещали. Юрий, еще раз подчеркиваю, в 2014 году после этого, через три года, давал пояснение Следственному комитету, давал пояснение полиции и отделу Э по борьбе с экстремизмом, и, вроде бы, он туда сходил, со всеми поговорил, объяснение дал, и про это забыли. И вот спустя 10 лет после того, как он это видео записал, после того, как он уже сто раз за него извинился, ну, хоть как-то, то есть, хоть как-то дали высказаться другой точке зрения, блядь, понимаете? То есть, хоть дождь, типа, сама ведущая, прям, максимально позорная, но при этом, блядь, дождь, в отличие от всех остальных пидрил вообще обоссанных, дали высказаться, типа, ну, собственно, блядь, не знаю, депутату, там, блядь, который вроде как хоть немного, но с той стороны. На этой видеозаписи из Следственного комитета, он без нее заходил, он всегда говорил, что он публично просит прощения у тех людей, чьи чувства он затронул. Так вот, спустя 10 лет к нему приходят с обыском, значит, и таким образом сейчас он находится в Санкт-Петербурге на Следственном комитете. Но вы, тем не менее, с ним остались. То есть, очевидно, что его на самом-то деле не за это пытаются, короче, взъебать. Вы уточнили около 4 месяцев назад. Почему? Если вы его оправдываете. Это было решение, это было решение Высшего Совета ЛДПР, потому что, так или иначе, он человек интересный, у него были разные поступки. У меня лично к нему как помощник. Мне радует, что есть паблик, у них вот так же буква типа Ж сделанная, и они называются ДЖИХАТ, типа. Вот Ата, он свои функции выполнял на все 100%. И то, что касается помощи, мы действительно вместе с ним помогли очень-очень многим людям. Я не говорю про его карьеру с точки зрения видеоблогера, про его поступки и выходки. Вот здесь мы берем чисто работу его как помощника депутата ЛДПР на общественном комитете. Ну, это по факту. Спасибо, Павел Воле, мое почтение. На помощь! Ну, отлично, отлично. Пропагандируй творчеством VIP среди друзей, и теперь мой товарищ считает, что песня, какой же я милый про него. Хорошо, типа, спасибо за донат. Пусть считают, то есть песни они так и делали, чтобы люди считали, что это про них, типа. Отлично. Работал очень хорошо, очень люди, люди очень... На общественных началах, то есть это было бесплатно? Да, бесплатно, конечно. У меня таких 40 помощников на общественных началах. Каждому депутату положено. Везучий вы человек, 40 помощников. Скажите, пожалуйста, но одновременно с этим нельзя отрицать, что репутация у господина Хованского крайне спорная, и она не сейчас стала крайне спорной. Вы сами сказали, что 10 лет назад он высказывался так иначе. Мы показывали сейчас ролики. Вы являетесь депутатом Государственной Думы. Никогда вас не смущало? Вы говорите, что вы разделяли его помощь в качестве помощника, уж простите мне эту тавтологию, и разделяли его блогерскую деятельность. Но сложно, очень сложно не вспоминать о том, что этот самый человек говорит слова, которые многих могут ранить, оскорбить и так далее, и так далее. Все-таки важная деталь, нет? Я думаю, что это плата за известность и за популярность. Сегодня молодежь, к сожалению или счастью, это уже на суд ваших зрителей, смотрит именно таких. И, возможно, подписаны и вы на того же самого Мальгенштерна, или еще на кого-то. И может быть, ну, хорошо, ваши друзья, может быть, ваши знакомые, я уверен, 100% на него подписаны. И никто же не будет осуждать его выходки, говорить, как он себя поступил. Но вы депутаты Государственной Думы. Так по-другому, к сожалению, с молодежью сотрудничество не наладить. К сожалению, меня зачастую даже молодежь не слушает, что уж говорить про многих других. Юрий Хованский, это его аудитория, достаточно молодая. Да, еще раз подчеркиваю, были разные поступки. Но, когда мы шли к сотрудничеству, мы эти все моменты обговаривали и договорились, что есть общественная работа помощника на общественных началах и все остальное. Вы можете сказать, что, а вот какая была, допустим, слава у Михаила Круга? Он тоже был помощником на общественных началах. Или, например, у солиста группы «Сектор Газа». Он тоже был помощником депутата от ЛДПР. Поэтому, знаете, я исхожу из-за того, что человек популярный, если спустя какое-то время, в период своей жизни, он захотел сделать добро, моя задача ему помочь. Ну, типа, почему бы и нет? То есть у популярного человека, у любого, есть какое-то влияние существенное. Это влияние на, если там у него 4 миллиона подписчиков или там 5 почти. Ну, давайте считать, что 5, там, это где-то 2 процента. Я не знаю, понятно, у него не все из России, но, ну, короче, это, там, процент какой-то все равно, да, на который, голос которого можно таким образом услышать или на который можно как-то повлиять. И плюс, типа, ну, то есть Хован решал реально какие-то такие значимые дела даже в контексте вот этой деятельности. То есть я действительно об этом даже не думал. То есть я просто смотрю кеку и так далее. А, ну, блядь, опять же, то есть вот я, тех, кого осуждал Хован, типа Эдварда Билла там, или то, как он с трэш-стримами тоже там сражался. То есть, блядь, насколько вот уебство, понимаете, блядь, в итоге не сидит, там, условный, не знаю, Милстрой и, блядь, будет сидеть, типа, Хован? Ну, это ж пиздец. Это, я, блядь, слов нет, пиздец. Просто отврат. Насколько, ну, богомерзкая хуйня и отвратительные, просто долбоящеры, блядь, со мной. Я не знаю, блядь, живут в одной стране, дышат, блядь, одним воздухом, и еще и какая-то, блядь, из них часть чем-то там, блядь, управляет и какой-то вес имеет, что-то говорит. То есть мне от этого просто, блядь, честно, не по себе и мерзко. А вот просто спустя 10 лет вспоминают это дело, я еще раз подчеркиваю, я осуждаю и считаю, что он, конечно же, должен заслуженное наказание понести. Но почему он не понес его 10 лет назад? Какое должно быть наказание? Любой, просто любой патриотизм какой-то, что-то, блядь, такое умирать начинает. То есть иногда говоришь, типа, вот, я не люблю там власть, но, не знаю, вот, люблю страну, люблю людей. Да, блядь, люблю людей, пиздец, хуй знает. Но здесь вроде все норм. Слова, пусть идиотизм, скажем это прямо и честно. Да, действительно, это отвратительные слова, которые я осуждаю, и каждый зритель, я уверен, и сам Юрий это осуждает. Это было сказано на стриме, это было сказано на шутке. Но еще раз подчеркиваю, все это осуждают, и он искренне раскаивается, и раскаивался много раз. Почему спустя 10 лет, за 3 месяца... Каким должно быть, как вы думаете, наказание, осуждение какое-то, выбор или что-то? У нас уже есть такие прецеденты. То же самое Руслан Соколовский, и покемоны в Храме Христа Спасителя, Илья Мэдисон, и шутка его про Коран. Это заканчивалось для них условным сроком, либо сраком. Да, условным сроком, либо сраком. Я бы 10 лет про это не вспоминали, а сейчас, за 3 месяца до выбора в Госдуму, решили это вспомнить. Вы будете его поддерживать, помогать как-то... Я буду поддерживать всех граждан Российской Федерации, которые попали в беду, независимо от того, был он помощником, не был помощником, членом ЛДПР или нет. Будем помогать всем. Спасибо. Это Василий Власов, депутат Государственной Думы, от партии ЛДПР. Всем привет, это Тихон Дитко, главный редактор Дождя. Спасибо, что смотрите нас на Ютубе. Ну, то есть это намного... Ну, типа, не приходится надеяться на то, что, грубо говоря, там, связи в ЛДПР окажутся, не знаю, сильнее, там, чесания левой жопы, условно, какого-нибудь. Ну, мне интересно, зачем, в чем на самом деле причина? То есть, кто на самом деле это все раздул? Откуда на самом деле это все пошло? Почему это происходит? Больше, чем наш Ютуб-канал. У нас есть огромное количество контента. Под подпиской на нашем сайте. Открывайте для всех новости. Мы можем благодаря тому, что вы, наши зрители, оформляете подписку. Это дает нам возможность в прямом эфире, абсолютно бесплатно и для всех, транслировать новости, рассказывать о главных событиях в России и за ее пределами. Так дайте нам эту возможность. Подпишитесь на Дождь. Тиверайн.ру. Слэш подписка. И мы в таком случае сможем и дальше рассказывать о происходящем. Так после такого прям, блядь, хочется подписаться, конечно, да, и денег вам дать. Да, уж ебать. Ну, пиздец, милэл, спасибо, конечно, тебе за донаты, но я считаю, за те донаты, которые были заданачены на все эти видосы, я, блядь, настроение себе испортил сверх меры. Ну, надеюсь, что хоть, типа, тебе поднял разделить, может быть. Надеюсь, что ты тоже все-таки мою позицию разделяешь. Спасибо.